И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим новые устройства, которые можно будет получить уже с этого ивента, с мини-игры, появилась у нас информация по поводу всех устройств на Википедии, ну и я решил, что стоит все это дело разобрать, предположить силу устройств, почитать их характеристики, ну и обсудить эту тему вместе с вами. Потому что пока что на тест эти устройства не выдаются, у нас сегодня по сути второй день только старта мини-игры, ну и стоит предположить, рассмотреть все устройства, все-таки многие игроки заинтересованы в их получении, ну и благо информация по Википедии у нас появляется вовремя, потому что директор, как говорится, на месте. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите этот видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте, установите ему личный так-так-тепе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо ивента, то на момент старта второго дня я сделал уже 15 шагов, если вы вдруг не видели еще этот видеоролик, то можете посмотреть, в описании ссылочку на него оставляю, где я потратил 15 миллионов кристаллов. На сегодняшний момент времени у меня уже есть 130 конфет, но сегодня видос у нас, как говорится, не про прохождение, поэтому прохождение мы пока что еще откладываем, да, то есть накопим еще побольше конфеточек, ну и дальше уже будем давать в этом плане тушенку. Но сегодня есть возможность обсудить вот эту вот тему с замечательными устройствами, первое устройство можно будет получить, а именно вакуумные, ну типа вакуумных снарядов на вулкан за третий остров, что по сути может быть даже бездонатным получением, да, то есть бездоната можно будет получить уже это устройство. Дальше у нас получается открывается васпик с подрывником на четвертом острове плюс васп демоник, на пятом острове открывается устройство на вулкане еще одно и хантер с спасателем. Что касаемо вулкана, который с вакуумными снарядами, если смотреть информацию о разрывных лентах, то здесь, ну, практически, я бы сказал, нет минусов, да, добавляет сплэш урона и увеличивает углы рикошета пуль. Версия пулемета с разрывными снарядами наносит урон не только по первой цели, но и по окружающим противникам, увеличивая шансы на победу, повышенные свойства отскока снаряда от препятствий позволяют нащупать противника за преградой осколочным уроном. Используйте этот элемент тактики в бою, чтобы ослабить или уничтожить противников. То есть, по сути, здесь максимальный угол рикошета 5 градусов, это значит, верх-низ будет очень плохой. То есть, если вы, например, будете с нижней точки стрелять по противнику, который будет стоять на мосту, то угла у вас супер большого не будет. Соответственно, по прямым целям, по ровной местности это устройство будет давать очень жесткого контента, потому что промежуточное поражение на 50-ку, слабое поражение в 50-ке, радиус максимального сплэша урона 5 метров. 5 метров, это я, если не ошибаюсь, это... Ну, довольно близко должны стоять танки. Довольно близко стоять должны танки, но в любом случае, это если там какая-нибудь осада, либо там регби, где типы дефуют, либо штурм, вы играете за атаку противник за деф, да? То есть, во всех этих режимах, этих 5 метров даже будет достаточно для того, чтобы давать сплэш урон. Ну и плюс радиус еще и крита, такой же самый, как у обычного урона, то есть вы критом также будете наносить сплэшовый урон. Ну, выглядит очень неплохо, если учитывать тот факт, что из минусов у нас только угол, да, а угол работает только на картах, где есть как раз-таки мосты, возвышенности, то есть там шоссе, условно, какая-нибудь магистраль, карта мосты, да, то есть если вы там с нижней точки в верхнюю хотите стрелять, а на любой ровной местности у вас это устройство просто будет давать плюсы, да? Я считаю, что это очень круто, при том, что это устройство можно забрать без доната, да? Ну, по сути без доната, да, то есть если вам повезет, третий остров забрали и получили это устройство. То есть в целом довольно-таки прикольно. Так, случайно щелкнул не на ту кнопку. Дальше, что касаемо у нас получается Васпика, следующий у нас открывается на четвертом острове Васпик подрывником, то фиксированный урон 4000. 4000 фиксированный урон, то есть вы ваншотите даже тяжелый танк. Радиус полного поражения взрывом 3 метра, радиус промежуточного поражения 4, радиус минимального поражения 15. То есть 15 метров это очень много, то есть полторы тысячи урона, полторы тысячи урона вы наносите, даже если вы находитесь, вот если взять танки, да? То есть вот между два танка, между ними поставить еще танк, вот это будет плюс-минус 15 метров. И с этой дистанции будет работать полторы тысячи урона. Это очень много, это очень достойно. Но пока это только на Васпик подрывник появляется, Васпик все-таки не скажет, что в мете. По корпусу. Процент промежуточного поражения взрывом 50, процент слабого поражения 50. А 50 слабого поражения 50, то есть 2000 урона. 2000 урона. Вкусно. 2000 очень вкусненько. Ну и в упоре 4000 урона, то есть вы можете, например, под Титана с куполом подъехать в упор, нажать кнопочку Delete, подорваться и просто унести его. Без шансов. Я считаю, что вкусная темка, но пока появляется только на Васпика. Но меня радует тот побед, что наконец-таки начали вообще появляться эти новые устройства. Потому что я уже, честно говоря, начинал сгорать с того, что устроив супер много новых, но никакие устройства не добавляют. Просто не добавляют никакие устройства. Но здесь, наконец-таки, хоть в мини-игре они начали появляться. Ну и по сути, с четвертого острова достать это устройство еще реально. Да, то есть это еще не запредельная сумма какая-то. Пятый остров. Вот это уже крайне сложно, но здесь есть два устройства. На Хантер-спасатель и на Вулкан новое устройство, которое называется Шреддер. Устройство, которое приваривает полностью вашу башню. Да, повышенная скорострельность и урон взамен при стрельбе ствол намертво приварен к корпусу. То есть, по сути, вы его можете очень круто и эффективно реализовывать на летающих корпусах, где вы поворачиваете корпус. Вместе с корпусом поворачивается башня. То есть, это по корпусам Хоппер, Русейдер, Паладин, Орес. На всех этих корпусах это должно работать. Управлять направлением стрельбы все еще можно за счет корпуса. Уничтожить соперника легко. За счет своей повышенной скорострельности и урона данное устройство просто измельчает танки, как Шреддер офисную бумагу. Оно распиливает врагов, словно промышленная бензопила. У соперников просто не остается шансов противостоять вам на поле боя. Плюс 10% урона, минус 40 перезарядки, плюс 50 скорость снаряда. То есть, в 2 раза быстрее скорость снаряда летит урон. Замедленнее поворота башни равно 0. То есть, ну, здесь, короче... Короче говоря, ну, должна быть вкусность. Да, должна быть вкусность. Это, наверное, если сравнить со старыми устройствами... Я даже не знаю. Было, я помню. Я не помню название, но было такое устройство, которое приваривало башню, но при этом наносило очень много урона. Возможно, это старая мета поджигающих снарядов. Да, но это просто с поджогом было устройство. Но оно, по сути, тоже увеличивало очень сильно урон за счет поджога. Но тогда тоже приваривалась сильно башня. Возможно, механика будет плюс-минус такая же. Но повышенный урон, более быстрая перезарядка и большая скорость снаряда, это... Ну, должно быть очень и очень сильно по урону. Очень сильно должно быть по урону. Ну, и будет интересно посмотреть, как это работает. Надеюсь, что я в ближайшем будущем это устройство получу на свой аккаунт. И смогу сам уже все это дело протестировать. По идее, это должно быть довольно-таки имбовое устройство. Ну, и последнее, что у нас остается за пятый остров, это как раз-таки спасатель на хантер. По сути, мы здесь только можем посмотреть, что дает этот спасатель. Он дает при получении смертельного урона моментально восстанавливать 4000 хп. То есть, в случае хантера это 3000 хп. Да, ну а так, даже если будет у вас тяжелый танк со спасателем, он будет вам хилить 4000 хп. То есть, у вас будет дополнительно еще одна аптечка. Что является в целом очень хорошим бонусом. Да, очень хорошим бонусом. За счет такого бонуса есть возможность выжить, например, на голдах. Да, тех же. Либо под возом флага, меча, еще чего-либо. Да, если учитывать еще тот факт, что вы можете играть теперь с кризисом плюс спасатель. С гиперионом плюс спасатель. Ловкач плюс спасатель. Да, то есть, у вас есть возможность, что в CTF, что в регби выживать. В определенных моментах, что в штурме. Там, например, за атаку вы будете вести, будете выживать. Ну, либо просто ловить голды. Вам станет тоже значительно проще за счет того, что у вас будет дополнительная аптечка, которая будет хилить полностью здоровье вашего танка. В целом, все устройства, которые добавляются в эту мини-игру, имеют вес. И на бумаге выглядят интересно. Остается только лишь их получить. Да, и я надеюсь, что уже завтра мы получим третий остров. Получим первое устройство на вулкан. И сможем его сразу же затестировать. Если вы все это дело ждете, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся набрать максимальную активность на этом видеоролике. Да, ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы бы хотели увидеть на обзор в первую очередь. Ну и пишите свои мысли по поводу этих всех устройств. Ну и где вы находитесь в мини-игре тоже. Может быть, кто-то из вас уже получил это устройство и может написать свое мнение по этому поводу. Так как призы с этого ивента должны начисляться сразу же на аккаунтик. У меня, друзья, на этом все. Пишите все, что думаете. А у меня такой вот контентичек сегодня получился. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok